всем огромный привет добро пожаловать на мой канал всем доброе утро у нас время сейчас 15 9 вот я давно не снималась прогулки вон там басяня идет без поводка джуси постоянно тянет поводок сейчас гуляем так в такой смотрите солнышко какой красота красота самом деле сейчас 7 градусов я что даже замерзла надо шапку доставать я все в кепке хожу что даже под замерзла вот это мы тут с младшим сыночком немножко снова опять приболели он все плохо чувствовала я тоже ничего сегодня уже пошел садик ой садик школу все никак не могу привыкнуть что он тоже в школу джуська тянет у меня я джусью на полотке потому что она убегает вот мои девочки на сейчас сидят а других собак она все-таки боится стоит бона иди спасай спасай нас бона на и иди 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 скажи всем привет давно вам и не снимала прогулки куда-то пошла вон нас обругали другие собаки смотрите как красиво красно-зелено-желтый обожаю это время года такие краски бона ты отстаешь у меня ковыляет а это вперед все время бежит поэтому так а я же не просто так пошла погуляла смотрите я нашла под березовик один слушайте на улице 7 градусов холодно не ну реально я сейчас что-то подмерзла даже немножко пока с ними гуляла надо было потеплее одеться куртку потеплее шапку и перчатки руки даже замерзли вот вона идем не зависая на просто видите еще не то чтоб ковыляет она зависает все надо понюхать все это на это бегом получается мы идем на всю улицу я стараюсь идти так чтобы он эти тоже грибы но это поганки там какие-то понятны ну вот мы еще и говорю то без 15 где-то 9 мы выходим где-то может быть половина девятого специально так выхожу может быть чуть-чуть попозже потому что у нас собаками гуляют либо раньше то есть либо часов в общем до 8 утра либо после 9 утра а так как я вот так вот хожу вот так вот мы на всю улицу до бона растянуты ты получается что надо ходить так чтобы не было ой как смотрите как солнышко красиво это чтобы не было собак тоже начинают с овчарками ходить овчарки не всегда добрые по отношению к другим собакам по крайней мере вот идем идем ковыляет вот так что вот так вот мы гуляем с отричка красота листики шуршат ну все мы уже пойдем домой грибочкой нашли кстати все время хожу гуляю то один гриб то два подберезовика то еще какие-нибудь грибочки найду до сих пор собираю хотя вот 7 градусов же по идее не должно быть грибов пришли домой вот так вот да что красавчик кто красивый ты такой кто красавчик то у нас кто красавчик добро скажи сумасшедшие какие-то дома хорош ударом зарядка скажи было сумасшедшие вообще да да троица мая что это такое эх гора скажи вот это вот молодежь да вот это молодежь а вот и касперюшенька касперюшенька скажи всем привет вот такой я скажу вообще хороший тут тут вообще хорошие вот такой на я девочки вам хочу показать я тут недавно делала заказ в общем моим мальчишкам там как обычно у них ничего интересного футболки спортивные штаны там на физкультуру в общем ну такое все заказывала на ламоде ну и попутно конечно же себе как можно себя обидеть правильно вот я заказала себе вот такую клевую сумку как она мне нравится девочки вообще обалдеть она пришла ну в пакете и вот просто вот в таком пыльнике вот вот такая вот сумочка это войлок и натуральная кожа то есть вся вот эта отделка натуральная кожа единственный вот минус этой сумки в том что здесь вот нету знаете вот таких вот как эти ножки да вот такие как заклепочки бывают но я езжу на машине не знаю но я просто боюсь что вот эта кожа она может ну как бы испортится из-за того что ты ставишь ее все равно нет нет вот так вот да и в общем ладно касперюша меня контролирует значит натуральная кожа вот эти ручки мне очень нравится вот такие вот косички очень нравятся точная черная и вот эта серая значит вот войлок плюс кожа вот так вот называется марка сделана в россии игорь юр какой-то что ли не знаю в общем сумка балдежно мне очень она понравилась внутри очень качественная такая подкладка вот такая маленький кармашек и просто затем мой муж называет вот такие сумки ведро ну потому что сюда можно накинуть всего много и потом долго ковыряться что-то там на дне пытаться найти поэтому он называет такими сумками ведрами но в этом что то есть да в чем-то он прав мне кажется очень сумочка огонь девочки мне очень понравилось я вот такие сумки ну я не часто хожу с такими сумками но последнее время у меня тканевые такие еще заказывала на васильке тканевые такие сумки я допустим там ну куда-то мне нужно или что-то положить сюда ну в общем короче короче нужна мне такая сумка такую серенькую прикольную каспере уж тебе нравится а каспере уж ну скажи вот так в общем вот такая вот клевенькая сумочка ссылку я оставлю на ламоте заказала вот мне очень понравилось очень такая прикольная и пахнет кожи вот эти ручки очень мягенькие классные в общем ну в общем сумочек много не бывает да каспере уж каспере уж на каспере уж ты сладкий мальчик так вот пристала ко мне и решила я еще на печь творожные кексы и вообще я такой человек я покупаю все время творог и не ем его но когда покупаю я прям убеждена что я буду его есть в итоге делаю из него какую-то выпечку ну чтобы он не пропал просто в общем буду делать творожные кексы маленькие можно сделать одним кексом можно сделать маленькими кексами общем кому как нравится вот я рецепт оставлю вам под этим видео я помню его уже показывала мне кажется показывала но в любом случае вот изначальный рецепт я оставлю под этим видео я вообще делаю все на глаз потому что я не знаю сколько у меня творога примерно чтобы у меня получилась там консистенция до определенная масло я всегда растапливаю в микроволновке в общем смешиваем сахар яйца масло все это хорошенечко я именно блендером вот перемешиваю почему потому что чтобы не оставалось вот чтобы творог был именно такой перетертый потому что он у меня не очень мягкие хотя получается достаточно пыльно как вы можете заметить но из-за того что я даже само тесто с мукой под блендером да вот так вот делаю она получается воздушное такое в общем супер и буду такое воздушное в общем мне очень нравится именно такой вариант хотя перемешивать не очень удобно ну буду раскладывать по формочкам вот эти формы синюю я заказывала на алиэкспресс но ссылка сгорела вот эти маленькие по фикс прайсик покупала силиконовые они очень удобные не надо вот эти вот бумажные вкладыши покупать единственно что я их всегда смазываю маслом тогда вообще ничего не прилипает ну в общем буду раскладывать кексики по форме вот так вот двумя ложками я это делаю кстати посоветую одной из моих зрительниц потому что ну тесто такое липкое его достаточно сложно нормально разложить именно творожные кексы они у меня плохо поднимаются то есть они у меня не дают вот такую большую шапочку я подозреваю что это из-за того что я много творога кладу но каждый раз на самом деле по разному получается потому что количество творога у меня каждый раз тоже разное но в любом случае творожные кексы очень вкусные мне еще нравится лимонные кексы я как-то тоже делала очень вкусные вот мои мужчины тоже любят и и так как тесто замешала я много до формочек у меня мало поэтому я беру еще вот такую силиконовую большую форму чтобы ну чтобы сразу срок все у меня пропеклось и получилось достаточно вкусно буду отправлять в духовку при температуре 180 градусов в разогретую духовку на 25 минут 25 минут у меня стоят эти кексы вот но смотрите по своей душе ну что вот такие кексики у меня получились вот такие один большой кекс который мы вечером попьем чай а вот эти вот меня наверное возьмут мальчишки с собой вот так что вот такие вот они получились они как раз остынут а я сейчас как раз поеду забирать мальчишек со школы вот они остынут то что горячие ну немножечко опадет верхушка хотя вот когда я делаю творожные кексы мне не сильно они поднимаются то есть не сильно вот такая вот верхушка не знаю мне кажется я много творога добавляю вот ну поехала пока не остывает поехала за мальчишками ну что приехала домой мне кексики как раз остыли посыпала из сахарной пудрой вот такие вот они меня получаются вот это тоже пропекся просто он такой более светлый у меня с одной стороны духовка больше греет получается что ли я не знаю чем с одной стороны у меня всегда все слегка подгоревшие вот так что такие ну кексы получаются очень вкусные рецепт вам конечно же оставлю еще и заходила мясную лавку давно вам не показывал никаких покупок оттуда но у меня все стандартно здесь у меня куриная грудка филе что буду готовить наггетсы здесь фарш из куриной грудки что буду готовить котлеты еще нового так девочки как всегда здесь у меня сердечки индейки это девчонкам вот этим вот но сейчас не дам потому что они сейчас пообедают а потом еще ужин будут просить у меня да вот поэтому дам на ужин потому что они потом в шесть часов мне такие типа ты же нас не кормила поэтому я им не даю сейчас положу в холодильник дам потом попозже у меня кстати и кот вот он он тоже есть вот эти вот мелко ему нарезаю он ее кушать так дальше купила вот такую колбаску какая-то итальянская сыр это белорусский маленький кусочек он белорусский сыр и очень вкусно и мне нравится какая-то тут ветчина за пятьсот шестьдесят рублей вот это 900 рублей за килограмм а вот это 760 что-то рублей за килограмм здесь четыреста рублей за килограмм только только начинается в питере она обычно дороже то есть где-нибудь 300 там чем-нибудь почти 400 рублей за килограмм а здесь 250 она такая видите прям вся прям вот давай гляди сейчас лопнет идти такая прям должна быть очень вкусно вот мне как-то рекомендовали зеленую хурму но у нас я такой в продаже не видела зеленого цвета реально не видела такую вот еще тоже мне мальчишки попробовали я такой вообще терпеть не могу это такие ну внутри сок как это желейки в общем желейные вот такие конфеты они меня тоже парочку что попробовали сказали что очень вкусные вот так что вот такие вот у меня были покупки но изготовки как обычно наггетсы сейчас буду готовить домашние котлеты котлеты я готовлю всегда просто из разного фарша из говяжьего из домашнего и ты из куриного или из индейки вообще люблю из индейки покупать но не было был только куриной поэтому вот такие вот вот такие вот у меня покупки но им ничего сейчас не дам потому что иначе иначе весь вечер потом будет особенности она не рассказывать о том что она мега голодная собака да да в общем буду сейчас все убирать вот такой вот ужин у меня получился на самом деле хватит там вон на несколько дней дня на три наверное но снимать одно и то же в этой рубрике мне кажется не очень здорово котлеты я всегда пропариваю и куриные и обычные из домашнего фарша из говяжьего фарша вот такой плошечки наливая водичку ставлю на огонь и и чтобы водичка практически вся выкипела и котлетки тогда получается внутри такие прям сочные очень вкусные наггетсы сделала еще вот такой салат из своей капусты и моркови добавила немножечко уксуса немножечко соли сахара в общем люблю такой это витаминный салат он по-моему называется еще яблочко сюда можно добавить тоже будет очень вкусно но яблочко у меня не было и конечно же пюре вот все делала по заказу своих мужчин что заказали то и приготовила вот им не надъедает ни котлеты и не вот эти наггетсы ничего не накидает в общем как-то так готовлю все время практически одно и то же но я на сегодня уже буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую и до новых встреч подписываться на мой канал